Итак, Руслан Александрович Осипов, заместитель директора штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области, член Совета ветеранов студенческих отрядов Архангельской области. Доклад на тему о роли Совета ветеранов в развитии студенческих отрядов Архангельской области. Раз, раз. Руслан Александрович, пожалуйста. Друзья, здравствуйте. Я как человек северный очень люблю холод, но не люблю солнышко. Я спущусь туда в тенечек, то мне здесь будет некомфортно. Все должно работать. Да, да. А идите к нам туда, за стол. Думаете? Работает. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Осипов Руслан. Микрофон надо выключить. Я с 2011 года занимаюсь студенческими отрядами. Сейчас в нашем регионе есть два учреждения, которые занимаются развитием студенческих отрядов. Это российские студенческие отряды, российские студенческие отряды, где я являюсь мастером, вот, может, мы нашивку увидеть, и наше госучреждение, штаб молодежно-трудовых отрядов. Как мне сделать? Сейчас я сделаю, давайте быстрее, повернем его. А ты что делаешь? Так, технические вопросы все вроде решили, да? Путь к созданию Совета ветеранов у нас в регионе был долг и тернист. В 2009 году наши ветераны съездили на всероссийский слет в город Москва, и там появилась идея, что необходимо накопленный опыт наших ветеранов объединять, аккумулировать и направлять его в положительное русло. Но только спустя пять лет, в 2014 году, нам получилось подобрать приемленную форму, которая устроила всех ветеранов, и объединить наше старшее поколение в Совет ветеранов студенческих отрядов. 20 июля состоялась первая встреча, там было организационное собрание, было принято новое положение, был выбран председатель Совета, утвержден регламент работы и так далее. И в 2022 году у нас была открыта обособленная ячейка ветеранов в городе Северодвинске. Для понимания, город Северодвинск — это город Корабелов, там работают три крупнейших завода, один, который строит подводные лодки, второй, который ремонтирует подводные лодки, и третий, который обеспечивает все эти заводы электрооборудованием. И вот руководителем Совета ветеранов ячейки в Северодвинске стал как раз руководитель завода «Арктика», который занимается электрооборудованием всех заводов. В качестве структуры нашего Совета у нас был выбран один орган, который состоит из 51 человека. Собирается Совет Теранов два-три раза в год, это, как правило, наши ключевые мероприятия. Это день РСО, открытие трудового семестра и закрытие трудового семестра. На Совете принимаются самые важные и стратегические решения по работе. Сложилась традиция, что положение в Совете вообще утверждено нашим командиром регионального штаба. Но параллельно с этим на каждом Совете наш командир отчитывается перед ветеранами о том, какая работа была проведена. И ветераны подсказывают современные тенденции, подсказывают путь, как лучше сделать. Стоит отметить, что ветераны у нас все вступили в российские студенческие отряды, все заполнили заявление и все заплатили членский взнос. То есть они члены нашей общественной организации. Настоящая, да. Совет подбирался и абсолютно разных людей. Сейчас там в нем есть ветераны, которые в 1966 году работали в первых отрядах города Архангельска на строительстве дороги Архангельск-Карпогоры. Есть пенсионеры, которые занимают активную жизненную позицию и хотят развивать студенческие отряды в регионе. Есть бизнесмены, которые помогают нам финансово. Есть чиновники. Например, министр образования Архангельской области состоит в совете и помогает нам толкать тему, связанную с трудовыми отрядами подростков в регионе. Депутат областного собрания депутатов, который возглавляет комитет по здравоохранению и помогал нам развивать студенческие медицинские отряды. Есть строители, которые помогали нам строить сквер. Есть преподаватели учебных заведений. То есть, вот видите, совет из абсолютно разных людей состоит. Но главный его принцип в том, чтобы ребята занимали активную жизненную позицию, помогали и хотели помогать студенческим рядом развиваться. Из числа совета был выбран президиум совета. Это 15 человек, в него входит председатель совета, заместитель председателя и 13 человек. На президиуме обсуждаются более узкие вопросы, принимается план работы действия совета ветеранов. Он встречается 3-5 раз в год. Из 7 человек состоит бюро совета. Бюро совета – это самая близкая команда нашего председателя. Все гениальные идеи рождаются, наверное, на бюро. Самые смелые идеи там предлагаются, обсуждаются и потом уже выносятся на сам совет. Основной целью работы совета является помощь молодому поколению в деле развития студенческих отрядов. Обратите внимание на фотографию. Я специально ее вывел как пример того, кого мы приглашаем для решения проблем студенческих отрядов в регионе для наших совета. Впереди сидит Икалина Красикова, тогда она была комиссаром РСО. Дальше сидит в очках вот такой темненький – это Григорий Ковалев. Он возглавлял нашу молодежную политику в регионе. Дальше сидит Дементьев Иван Саныч. Это заместитель председателя правительства Архангельской области. Дальше такой немножко старенький уже Калистратов Николай Яковлевич. Это генеральный директор завода «Звездочка» в Северодвинске, который занимается ремонтом подводных лодок. Он помогал развивать наши отряды именно в Северодвинске. Условно работу совета можно разделить на три крупных блока. Это работа по сохранению истории, это лоббирование интересов студенческих отрядов и помощь в поиске работодателей. Первый блок – это работа по сохранению истории. Здесь стоит сказать, что ветераны готовят самостоятельно выставки в студенческих отрядах и размещают их в разных учебных заведениях, музеях, делают уличные выставки. Под словом «делают» я имею в виду, что наши ветераны сами подбирают материалы, подбирают фотографии, подбирают тексты, все это дело верстают. Мы, как госучреждение, им помогаем только это напечатать и разместить. То есть такая чисто финансовая схема. С 2014 года было организовано более 10 выставок, на которых присутствовало и посетило их более 10 тысяч человек. В городе Архангельск проживает 300 тысяч человек, для сравнения. Это фотографии с выставок, которые ветераны у нас проводят. Солнышко падает, немножко не виден текст, но бог с ним. В нашем регионе сложилась такая интересная традиция, которая объединяла ветеранов. Это написание книг о студенческих отрядах. Впервые книга была затеяна еще в 2009 году. Но прошло опять же 5-8 лет перед тем, как мы смогли ее изготовить, ее подготовить, подобрать материалы. Это целый альманах, по которому мы сегодня учим молодое поколение тому, какая была история. Первая книга охватила у нас период 1966 по 2000 год. Потом в течение двух лет мы сделали второй том книги, который охватил уже период 2000-2010. В дальнейшем, уже в этом году, выйдет книга про студенческих отряда Северодвинска. Я часто о них говорю, потому что таким драйвером развития отряда Северодвинска как раз послужило создание совета, который возглавил руководитель завода. И он эти темы и финансово, и организационно помогает нам решать. Немножко сложнее идет работа с Медицинским университетом. Это будет наша четвертая книга, когда ветераны Северного государства Медицинского университета организуются и начнут эту книгу готовить. Когда эту книгу делали, мы заметили интересную тенденцию. Она очень хорошо объединяет ветеранов, потому что ветераны хотят, чтобы были их воспоминания, хотят, чтобы были их фотографии. И мы узнаем очень много интересного о их работе и о том труде, который они делали в свое время. Вместе с тем, есть такие небольшие студенческие отряды, которые не посвятишь большую книгу. И мы выбрали линейку журналов «Известия Русского Севера», это традиционное издание у нас в регионе, о небольших отрядах. Первые журналы издяны от отряда «Биармы». Это отряд экскурсоводов, который в 80-е годы работал на Соловецком архипелаге экскурсоводами. И отряд «Атеист». Ребята из этого отряда работали в 90-е годы в Кенозерском национальном парке. Они занимались сохранением храмов, которые там построены. В дальнейшем, чем мне наши ветераны нравятся, тем, что они умеют планировать дальше. У них сейчас уже запланированы выписки журнала про женский строительный отряд «Аэлита» и мужской строительный отряд, называется «Состроитель». Запланированы на следующий год. Отстаивание интереса студенческих отрядов. Вот посередине, обратите внимание, сидит Андрей Николаевич Жилин. Это наш несменяемый председатель, который был вырван в 2014 году. Слева сидит Эммануилов Сергей Дмитриевич в очках. Это, я уже говорил, депутат Волоснового собрания депутатов. Он возглавляет комитет по здравоохранению. И вот здесь, на этой фотографии, Андрей Николаевич убеждает своего друга, товарища Эммануилова, что необходимо студентов, медиков допустить к работе в больнице в составе студенческих отрядов. Мы лет, наверное, пять пытались эту тему у себя продвинуть. Это была такой окончательной точкой, где Эммануилов поверил, что это можно сделать. Мы параллельно переговорили с главврачами больниц, которые были из студенческих отрядов. И в 2017 году запустили всероссийский студенческий медицинский отряд «Коллеги». Отряд существует до сегодняшнего дня. Всего было трудоустроено 200 человек в течение вот этих лет. И наш опыт, который мы в рамках «Коллег» применили, когда трудоустраивали классический студенческий медицинский отряд на работу в больнице, очень пригодился, когда началась пандемия, когда необходимы были срочные, быстрые действия и ресурсы. Это мы проговорили про медицинскую от «Коллеги». Вот снова вернусь к биоарму. Тоже отличная история. Доктор исторических наук нашего Северо-Анктического федерального университета Минаева Татьяна Станиславовна была в 80-е годы комиссаром отряда биоарма и работала на славках экскурсоводом. Она проявила инициативу, собрала рабочую группу, которая подобрала материалы, фотографии, тексты, воспоминания от тех ребят, которые в то время работали, и издали и подготовили журналы здесь, русского севера. Мы, опять же, госучреждение, помогли ему это все опубликовать, но самое интересное в том, что эту идею она стала дальше рассказывать на своих лекциях студентам. Студенты зажглись идеей возрождения отряда, и в 2021 году отряд был возрожден. И ребята уехали снова работать с экскурсоводами на Соловки через 20 лет. Это, на самом деле, уникальная для нас практика, когда не мы, как штаб, занимаемся организационной подготовкой и отправлением ребят на Целину, но когда сами ветераны взяли на себя инициативу, организовали обучение, договорились с музеем, с Соловками по старым связям. И отряд уже три года работает, каждый год 15 курсоводов в течение лета, июля-аккуст работают там. Это вот сквер, сквер студенческих отрядов. В 2021 году у нас был юбилей в регионе, 55 лет студенческим отрядом Архангельской области. И под это делом наши ветераны, опять же, Андрей Николаевич Жилин, стоит справа, помог договориться с университетом в САФУ, чтобы на территории САФУ сделать наш сквер. Григорий Владимирович Ковалев, думаю, что многие его знают, он в наблюдательном совете МОО РСО, помог найти полтора миллиона рублей, чтобы построить сквер. А посередине стоит Виктор Владимирович Буркатовский. Он с 2011 года во всех инстанциях лоббирует, чтобы появился у нас сквер. И он таким был идейным вдохновителем всего этого дела. И через 10 лет после его инициативы сквер появился. Теперь мы там проводим открытие трудового семестра, закрытие трудовых, отправление акций «Полярный десант», открытие трудовых отрядов подростков. Это стало такой точкой притяжения. И именно ветераны эту тему много лет назад посадили в наши головы, и мы совместно ее реализовали. Вот опять же, вернемся к Северодвинску. Вернее, я не раз говорю про него. Три завода. Завод представляет собой очень интересную схему обучения студентов. Студенты в течение дня работают на заводе по своим профессиям, а вечером возвращаются в свои учебные заведения, и вечером у них проходят лекции, семинары и так далее. И в летний период работодатель не был заинтересован отпускать наших ребят в студенческий отряд. И вот как раз Калистратов Николай Яковлевич, вот на фотографии он сидит в очках далеко, он принял волевое решение на своем заводе, впервые применил практику, что молодой человек мог прийти, написать заявление о том, чтобы его отпустили работой в стройотряд, и зачли это как уход... Нет, нет, не практику. Он написал заявление... За свой счет, за свой счет, да, он писал заявление, за свой счет. И молодой человек, так любя студенческие отряды, писал заявление, терял там большие количество денег на заводе, получая, и ехал в стройотряд. И благодаря этому решению мы в Сиродвинске запустили отрядное движение, сейчас там 15 отрядов, больше 150 человек. Семь лет назад не было ничего. Вот опять помощь ветерана. Дальше. Дальше к нам из Вологды в прошлом году приехал ветеран студенческих отрядов, его поймал Андрей Николаевич Жилин, вот опять он стоит, да. Они сходили с ним в кафе, попили чаю, вечером попили горячего чая, и через полгода наш строительный отряд в количестве 15 человек поехал работать к нему на объект Вологду, работать по профессии, они все нефтяники, зарабатывают гигантское количество денег, получают отличную практику, все довольны. Одна встреча решает многое. Говорил про сквер студенческих отрядов. Его не только инициировали и планировали, но и строили, строил ветеран студенческих рядов, который выиграл у нас подряд и его сделал. И в конце хотелось бы сказать, что, наверное, только объединяя усилия молодежи, объединяя усилия старшего поколения, мы можем стоять с вами на двух ногах плотно, чувствовать уверенность под ногами и стабильно, правильно, планово развиваться и добиваться результатов. Всем спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо, Руслан Александрович. Спасибо, что нашли возможность доехать до нас и донести вот эту очень важную информацию. Спасибо. А вопросы? А вопросы, естественно. Ну зачем? Вот они и свои микрофоны. Руслан Александрович, спасибо. Очень интересно было. Скажите, а совет у вас входит в правление регионального отделения РСО? Раз, раз. Смотрите, у нас правление на сегодняшний день состоит из председателя правления, Камалятова Юрия Николаевича, руководителя регионального штаба Стополева Владимира Ивановича и еще одного члена Осиповой Дарьи Владимировны. У нас в правлении три человека. Ветераны не входят в правление. Ветераны объединены в совет, положение которым утверждено руководителем регионального штаба. Вот такая у нас система. То есть юридически региональное отделение РСО получается руководить? Все правильно. Правильно, юридически? Юридически так. Но плюс, на каждом совете я говорил, наш командир отчитывается о том. Это формально. Это юридически? Юридически, да. Ветераны выстрелены именно так. А про взносы, они каждый год платят взносы в РСО? Как все? Каждый год ветераны платят взносы в РСО, правильно? Да, как любой член организации, конечно. Более все ветераны платят у нас каждый год. Я про вас не знаю, я спрашиваю представителей Архангельска. Да, и у меня вопрос, он не по докладу, а в принципе мы вот второй вечер обсуждаем. Когда в Архангельске состоится слет? Ну, погоди, да, интригу, так потянем уже. Нет, ты как врач. Друзья, смотрите, на встрече, которая стояла с Кемерово, мы выступили с инициативой провести второй слет ветеранов у нас в Архангельске. Оно с блеском было поддержано. На сегодняшний день у нас есть понимание того, сколько у нас денег есть на слет, но нет понимания, где будет, когда будет, какое время будет длиться, что будет подарено, какое количество участников. У нас, благо, за год до мероприятия есть понимание по бюджету. Будут деньги, будет и песня. Руслан Александрович, вопрос такой. Кристина, она же ваша выходец, руководитель медицинских отрядов? Нет, она из Казани. А тогда вопрос. В Курске проходил у нас такой слет, симпозиум, семинар медицинских вузов. И там Архангельск представлен был очень хорошо. И оттуда у вас вот выросло медицинское движение, медицинских отрядов. О чем вы рассказывали? Оно стало структурным уже у вас? Какое количество примерно занимает? Я могу сказать немножко с другой стороны, сначала отвечу. У нас на эту встречу ездил министр здравоохранения Архангельской области. И наш коллега Попов Олег занимается трудоустройством строительных и других отрядов у нас в регионе. Они ехали обратно со слета и за чашкой кофе обсуждали разные оргмоменты и так далее. И Олег сказал, Иван Иванович, вот у нас в регионе мы не можем подобрать здание для студенческих отрядов. И министр говорит, Олег, слушай, у нас через год освобождается 4000 квадратов здания больницы. Потому что дается новое здание. Давай мы вам его дадим. Вот это результат 7 лет работы с медицинскими отрядами, с Минздравом, с ВУЗом, с больницами, с ребятами. Когда мы за одну минуту решаем проблему, которую не можем решить уже 5 лет, найти здание для нас. В этом году мы выиграли субсидию на почти 138 миллионов. И в следующем году мы сделаем у нас создание, капитальный ремонт, содержание. Все очень интересно. Я только хотел спросить, задевает вас, что будете, не 4000 квадратов? У меня еще вопрос. Вы говорили в докладе все время, что у вас госструктура, ваша госструктура, ваша госструктура. Система управления, как это происходит? Вы как госструктура, где входите? Я скажу, да. У нас получается есть рекотделение, это общественная организация. И управление Агентством по делам молодежи Архангельской области. Под Агентством по делам молодежи есть 4 структурные подразделения. Это Молодежный центр Архангельской области, Центр Патриот, Центр поддержки молодой семьи и Штаб молодежно-трудовых отрядов. Это отдельное госучреждение, у которого есть госпрограмма. А там где? Как где? В департаменте, да, молодежно? Нет, нет, нет. Есть государственное автономное учреждение, Штаб молодежно-трудовых отрядов, у которого 12 ставок. Директор, заместитель, главный бухгалтер, начальник отдела, специалисты. Отдельное финансирование. Отдельное... В нашем, в нашем... Каком вашем? Униципалитет? Краин? Да, областной. Областной, конечно, областной. Область выделяет нам деньги, да. При области есть такт? Да, да, конечно. Друзья, доклад на самом деле чрезвычайно информативный, и очень много вопросов возникает, но для того мы и проводим. Вы проводите на следующий год слет, чтобы нам подробно ответить на все эти вопросы и показать это благополучное здание в 4 или 40 тысяч метров. Я так все равно думаю, первые два этажа отданы на квартиры членам штаба. Но это мои домыслы, хотелось бы все это увидеть в аудио. Спасибо огромное, спасибо. Очень ждем сроки, действительно. Очень ждем. Надо уже планировать следующий год. Ну что, следующий доклад я предоставляю слово себе. И Александру Александровичу Епейкину, который возьмет на время микрофон, который в зале. Ага, понял я. Ну хорошо. Итак, друзья, год спустя. Мы в прошлом году уже ведь докладывали вам информацию, можно уже закрывать название. Кто-нибудь сфотографируйте, пожалуйста, вот так. Кто-нибудь уже. Дело в том, что в прошлом году мы с Сан Санычем очень подробно рассказывали о том, как работает наш отряд, как работает наш клуб ветеранов и как работает вся структура ветеранская в рамках Алтайского края. Поэтому сегодня, чтобы не повторяться, я хочу просто отчитаться о том, каким образом мы строили свою работу после окончания слета. Итак, я скачивал эти слайды со своего телефона, поэтому я буду хронологически идти по этим фотографиям и рассказывать, что в эти моменты происходило. Вы видите, это первый день слета, я абсолютно немножечко взял фотографий, когда мы начинали первый день с музея истории СО Медик. И вот многие из этих лиц, которые вы видите сейчас на экране, они присутствуют вновь на нашем мероприятии. Это очень радостно. Затем было открытие, и это мы находимся в районе площади Сахарова. Следующий момент, это конференция была, которую мы провели, слава Богу, в тот раз. А нет, тоже два дня работали. Открытие уже здесь на следующий день. Знакомые ворота с другими убранствами, будем так говорить. Вот Денис Самойлов делает свой доклад на этой же сцене. Затем был круглый стол, где мы обсуждали очень довольно мучительно положение о клубе ветеранов. А потом был концерт. Было хорошо. Все закончилось праздничным фейерверком. Он нас ждет и сегодня. Поэтому я позволю себе двигаться дальше. Наш отдых после слета клуба и бойцов строительного отряда ветеранов Старая Гвардия был недолгим. Уже в самом начале сентября мы провели осенний слет ССО «Медик», когда отряды вернулись. А еще в августе мы несколько раз выезжали в медицинские отряды, в Белокуриху, в Заринск, с тем, чтобы посмотреть, как живется новым структурам, которые мы создали буквально в прошлом году. Эта фотография отражает закрытие сезона в нашем медицинском университете. Здесь фото зона. Это актовый зал Алтайского медуниверситета, где собрались те, кому не безразличные итоги и отряды в принципе. Это награждаемые. Ну, а уже очень скоро мы оказались в Кемерово на всероссийском слете отрядов РСО. Вот мы перед этим замечательным комплексом, где, собственно, все и происходило. Дневное мероприятие, которое мы организовывали, это ветеранская площадка, на которую собрались те, кто смог доехать. Но опять вы видите много знакомых людей, которые и сегодня здесь с нами. Там состоялся очередной разговор, и там, собственно, Архангельск во всеуслышание заявил о себе, чем очень здорово нас поддержал и вдохновил. На самом деле мы со смешанным чувством ехали на этот слет, потому что мы абсолютно снизу, инициативой снизу реализовали идею, которая пришла в голову тем, кто стоит сейчас и сидит на этой сцене. И совсем непонятно было, найдутся ли такие же одержимые и упертые, которые подхватят эту идею, или нам до скончания века проводить очередные слеты ветеранов на своей территории. Спасибо еще раз Архангельску за то, что вы... Вот как раз момент вручения замечательных книг, двухтомников, где очень большой материал собран по стройотрядам. По студотрядам Архангельской области. Я думаю, что на следующий год нас ждет очень много интересного и познавательного. Ну, после завершения Круглого стола нам было тоже хорошо. Вот, на следующий день мы начали свой день с Круглого стола как раз по проблемам студенческих медицинских отрядов. И вот сейчас мы на заседании, которое проходило как раз в Северном медицинском университете. И, в общем, здесь было достаточно большое представительство наших отрядов алтайских. Это было очень полезное совещание. И, наконец, апофеоз – это вечер, это спортивный комплекс Кемерово, где, собственно, и состоялось подведение итогов третьего трудового семестра в рамках РСО. Это делегация медуниверситета. Не вся, конечно, мы вывезли гораздо больше. Напомню, что на том слете алтайский краевой отряд занял штаб. Штаб первое место, а штаб медицинского университета стал первым среди отрядов медицинских вузов нашей страны. И третьим в общем зачете. Ну и знамя по комиссарке взяли тоже, за комиссарскую работу. Край, да. Край уехал оттуда с двумя знаменами. А это мы уже с Сашей поем в фойе. Кто-нибудь догадаетесь, дайте стул человеку. Не надо, не надо. Не надо? Спасибо. Наказан? Ладно, хорошо. Когда мы вернулись в родной город, вот человек, который стоит по центру, он находится тоже среди нас. Валерий Никитич Зайцев, пожалуйста. Валерий Никитич. Валерий Никитич, я так и сказал. Да, привстаньте, пожалуйста. Это один из старейших наших супер-бизонов-ветеранов, которые еще на Камчатку в далеком... Не надо. В 69-м году ездили. Да, у него все есть. Ну, вы видите, в какой форме наши ветераны, поэтому у нас еще тоже хорошие перспективы. Вот в этот момент Валерий Никитич дарит нам транзистор, которым его там, на Камчатке наградили. Он еще работает, представляете? И Валерий Никитич, и транзистор. Вот как делали раньше людей и вещи. А вот газета, совершенно уникальная, рисованная, тоже где-то чудом сохраненная. Я не знаю, где вы его хранили, под матрасом или я не знаю. В таком состоянии это очень сложно сохранить бумагу. И это бесценный подарок. Поэтому музей, о котором я говорил год назад, пополняется новыми экспонатами. Он живет, он обновляет свою экспозицию. Все идет своим чередом. А это закрытие третьего трудового семестра Старой Гвардии. Буквально вернувшись из Кемерово, мы закрывали сезон. А традиционно под такие мероприятия, уважаемый Александр Александрович, он кругом строитель, и у него в городе на проспекте Коммунаров есть хорошая кафушка, где мы проводим свои мероприятия. Там есть сцена, там есть прекрасная аппаратура, свет, музыка. За все, Саше, отдельное спасибо. Вот и сезон мы там тоже закрывали. Все девушки получили косынки, которые мы раздавали на прошлом слете. Но это не главное. Буквально через неделю мы участвовали в мероприятии, которое было посвящено юбилею снежного десанта «Время». Надо сказать, что этот десант родился в нашем ВУЗе достаточно давно, в 1980 году. Затем, когда наступил 90-й год, отряд съездив в 10-й раз на время, прекратил выезды и возобновил их, опять очень удобно для подсчета, в 2011 году. Таким образом, в 2011 году появилось время 11, и сейчас надо понимать, что счет идет вот таким образом. Итак, агит-десант «Время» приглашал нас на свою встречу, и было тоже очень душевно. Встреча поколений. У нас, как вы понимаете, поколения встречаются не только через строительные отряды, но и через снежные десанты. А вот здесь представителя Омска, наверное, нету. Нету? А жаль, потому что есть. Вот это ваш подарок, вашего вождя, всех времен и народов. Его замечательный продукт, который мы попробовали в банке, и из каждой бутылочки мы все попробовали. Замечательно работают в Омске ветераны. Еще через неделю мы встречались клубом и отрядом в концертном зале нашего города, концертный зал «Сибирь», где выступал наш однокашник, одна, как это называется, ну, из одного института мы, Олег Иванов, наш выпускник, который написал, помимо всего прочего, песню «Товарищ», можно сказать, всемирно известную. Вот. И он отмечал свой юбилей, и мы, естественно, все в форме пришли, и в фойе сделали очень хорошую, разогрев Олегу, попев правильные песни. Вот. Нас тут достаточно много, и благодарных зрителей тоже. А это мы уже в зале, а это Олег Иванов и его юбилейный концерт к 75-летию. Правда, песню «Товарищ» доверили спеть вот этим детям, которые, в общем, не очень понимают, о чем они поют. Ну, такова воля автора. Мы в фойе, конечно, спели нашу версию. Следующая неделя была ознаменована... А что вы ржете? Мы так и работаем. Мы вообще, у нас перерывов нет. Следующая неделя была ознаменована отсмотром концертов снежных десантов нашего вуза. Их у нас три. И вот сейчас на сцене десант «Армада», который состоит в основном из представителей стройотрядов. Это «Азим». А, вот «Армада» как раз на лопатах написано. Это мы прощальное фото делали, но я не стал показывать все десанты. Все молодцы, все отлично, ну, тем более время. И начали подготовку уже к работе нашего десанта. Отряда снежного десанта «Старая гвардия». Это уже фотография с торжественных проводов, где отряд снежного десанта «Старая гвардия», конечно же, участвовал в построении. И мы, как всегда, без ложной скромности, задавали тон. По центру наш ректор. Редкий кадр, когда она не в форме. Если это лето и если это стройотряды, то у нее есть две куртки, одна зеленая, одна белая. Вот надо синюю еще подарить, и будет полный комплект. Неделька почти скоро. А это уже я хочу немножко поподробнее рассказать вам о снежном десанте «Старая гвардия». Это как раз момент отправки. Мы уже говорили, Сан Саныч в прошлом году рассказывал, что десант отправляется на три дня. Три дня – это пятница, суббота и воскресенье. Мы не можем позволить себе больше, потому что все работающие люди, и пятница – это уже рабочий день. Поэтому у нас нет такого понятия день приезда и день отъезда. Мы работаем все три дня по полной программе. В том числе и концерт. Это и школа, это и помощь ветеранам, и это концерт. Поэтому, вы видите, мы выезжаем глубокой ночью. Ну, в феврале темнотой никого не удивишь. Вот уже автобус, и мы едем, и вот мы доехали до Первого села. В этом году мы ездили в очень знаковый район нашего края, это Каменский район, где наши отряды, я даже не знаю, лет 20 работали. Там настолько тесные связи образовались в то время, в советское время, и с органами государственной, и партийной власти, что любой вопрос решался, как мы сейчас говорим, по щелчку. Там Евгений Рафеевич Парфенов, герой соцтруда, который возглавлял этот район, он даже на два шага впереди нас все обдумывал, и очень много предложений внес. Но не суть важна. И вот мы решили посетить этот район нашим десантом. Мы, конечно, волновались, потому что по ходу выступления были села, где наши отряды в свое время работали. Так нас встречают в школах, так нас кормят. А вот мы зашли в школу. С самого утра мы заходим в школу, и здесь для всех учеников сначала, вот Саша Колупаев сейчас тоже на этой поляне, он в этом году проводил мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по реанимационным мероприятиям. Мы с собой возили манекен, где дети учились делать дыхание рот-рот, массаж сердца непрямой. А затем ребятишки разбредались по отдельным классам, где для младших классов, вот здесь Галина Васильевна, она присутствует в этом зале, Галя, встань, помаши ручкой. Она главная была по творчеству, да, рукоделие с ребятишками делали. Вот видите, как они там делают мешочки счастья, и вот так вот ими гордятся. Охрененные дети. Зина, там на дальнем плане Зина, наша Зина, которая вчера со знаменем тут зажигала, лучшая, в зеленой форме, она давала мастер-класс теперь уже для преподавателей. Вы видите, людей немного, но это все педагоги школы, и ее классы очень ценные и весомые. Еще один блок проводил Романов Андрей Юрьевич, он возглавляет отделение, одно из отделений банка ВТБ, а вот идет Александр Колупаев, который умеет делать дыхание рот в рот, обращайтесь. Вот. Итак, Андрей Юрьевич проводил мастер-классы по финансовой грамотности, заметьте, у детей тоже появляются первые карты, они должны понимать, как распорядиться какими-то не очень большими финансами, для того, чтобы потом не было мучительно больно. Это девчонки, которые под управлением Галины Васильевны вывели молодежь самую мелкую к счастью с мешочками, а когда заканчиваются мастер-классы, начинаются спортивные мероприятия. Вот вы видите, что здесь, на этом кадре запечатлен момент, когда мы играем в волейбол. Мы любим очень проигрывать, друзья, мы плохо играем в волейбол, вчера, правда, выиграли, ничего не, а, ну это все знают уже, выиграли, но это ни о чем не говорит. Не все те, кто вчера выиграл, являются бойцами снежного десанта Старая Гвардия. Не началась, только началась игра, а уже двое игроков, вы видите, у одного голова перевязана, у другого нога. То есть мы несли потери, но оставались в строю. Ну, надо сказать, что впервые в этом снежном десанте за шесть лет или восемь лет уже выезда, семь лет выезда снежного десанта Старая Гвардия, мы впервые выиграли волейбол у школьников. Несмотря на потери. Одну партию, одну партию из трех. Капитан команды с перевязанной ногой спором нахиллом говорит об этом. Так, друзья, ну а вечером, конечно же, концерты, концерты. Вот тут я уже с пробитой головой, но Саша отмыл мне волосы перекисью, поэтому я красив. Дети не пугаются. Вот вчера Семен Мерко, московский командир отряда снежного десанта ветеранов, говорил, что у них не остается времени на концерты. Я не знаю, как они планируют свое время, у нас остается время, и мы даем двух с половиной часовой концерт. Вы видите, что тут достаточно многопланово. Есть и танцы, есть и очень хороший, на мой взгляд, военный блок, где плачем и мы, и зрители. Это нормально. И строят рядовский блок, и даже мы возим с собой вокально-инструментальный ансамбль. А этих парней вы могли видеть в прошлом году на этой сцене. Это действующие артисты театра Калейдоскоп Политехнического института, они же члены легендарной команды дети лейтенанта Шмидта. Посмотрите, как дети реагируют. Вот эта девочка, которая развела руки, она искренне недоумевает, как можно быть таким тупым. Вот, она прям показывает, ну как, даже я уже все это понимаю, да. Фейерверк обычно завершал наши концерты, если это не дневное время, а дальше шла, естественно, внутриотрядная жизнь. Вот в тот день наши девочки решили оказать максимум внимания нашим юношам, и посмотрите, они с собой придумали, взяли костюмы стюардесс и объявили борт, который летел к счастью, и вы видите, что преград во время этого полета для нас практически не было. Ну кто? Ну это разве не счастье? А еще спасибо моему заместителю комиссара Никите Сергеевичу Неверову, он будет еще делать сегодня доклад. мы ввели такое мероприятие, как лучший боец дня. И вот Сергей Данилович Воронов с порванным ахиллом, но не покинувших наших рядов и даже перемещавшийся по сцене, заслужил это право. Это следующая школа, и это следующий памятник, который мы очищаем. Посмотрите, снега в этом году было немало, вот в таком состоянии мы заставали памятники в селах, вы видите, господи, стволов Ванечка идет мерить глубину снега к самому основанию, и вот пошла работа. И оказывается, что в принципе все в наших руках. Когда заканчивалась очистка, мы проводили митинги на этих памятниках, и это было вместе со школьниками, и это главное, на мой взгляд. Вот здесь не получилось школьников привлечь, в остальных местах мы обычно созваниваемся со школами, и они присылают туда школьников с лопатами, и мы работаем. Это объявление о нашем вечернем концерте. Посмотрите, у нас даже лопаты фирменные, чтобы не перепутать с местными. Очередная игра, а вот посмотрите, это село Гонахово, там стоял отряд Антей, вы видите название улицы, улица Студенческая. Таких улиц студенческая, строеотрядовская, фестивальная имени ССО Медик в Каменском районе и городе Камни сейчас 12, 12 улиц. Эту улицу строили наши студенческие отряды, строительные отряды в 70-е и 80-е годы. Днем мы берем адреса немощных бабушек и дедушек и в общем посильную помощь им оказываем. При этом мы приходим в гости к бабушкам и дедушкам с подарками, не с пустыми руками, мы покупаем им достаточно вкусный набор, там и икорка есть, и чем икорку запить, ну в общем все хорошо. А вот это вообще суперское село, это рыбное, последний объект нашего десанта, где мы, где отряд монолит стоял, Сереж, сколько лет? Ну лет 8, наверное. Поэтому там до сих пор помнят и любят этот отряд и до сих пор ходят по дорожкам и живут в тех домах, которые отряд построил. Это наш родной отряд для большинства медиков, которые здесь присутствуют 20 века. И вот мы сейчас стоим перед домом культуры, а пойдем на объект, который тоже строил сам отряд. Посмотрите, это тоже состояние мемориала, и вот мы на него зашли вместе со школьниками, они прекрасно работали. вот этот знак, этот орден Отечественной войны девочка-монолитовка вырезала скальпелем по сырому бетону, и он до сих пор в замечательном состоянии. А вот вся команда, которая этим занималась. Посмотрите, тут и школьники, и преподаватели, и просто жители села, и, конечно же, десант. Митинг слева отряд, справа местные жители. А вот одна из бабушек. Бабушка, которая разменяла уже девятый десяток, но в хорошей форме, а вариантов нет. Вот мы подарочек ей вручаем, а это пошла вечерняя программа опять. КВН, наши зажигательные парни, и наши уморительные юмористы. последнее, как всегда, прощание. Здесь мы пригласили ребятишек, которые были в зале, и они были счастливы сфотографироваться с нами. Вот вся наша команда. Ну, тоже, пожалуй, практически все, ну, за исключением человек пять, может быть, все здесь присутствуют. Это уже точка, когда мы подводили итоги. На заднем плане наша молодая фотография с Сан Санычем. Мы пытались предать лицам такие же выражения, но получалось уже плохо. А это точка краевая, когда все снежные десанты закрывают свой сезон и подводят итоги. Ну, старые гвардии, как пенсионеров, усадили поближе к сцене. Сан Санычу в этот день вручили медаль, краевую медаль, юбилейную, и она теперь украшает его могучую грудь. Галечка у нас лучший боец и получила соответствующую грамоту. А буквально дня через два мы стартанули в Нижний Новгород. Нас Денис Соболов сюда приглашал, и мы ему не отказали в этом. Поэтому здесь мы находимся в городе, а вот как раз это был день студенческих отрядов, день РСО. 18 или 17? 18? Хорошо. Февраля. И в Нижнем Новгороде там все мероприятия были запланированы буквально на протяжении всего дня. Вот утром было торжественное, где подводили итоги, и мы там выступали с блоком песен, сначала внизу, а потом и со сцены. Вот у них такая интересная форма, я забыл, связисты что ли, или кто они там? Черная форма, кто? Энергетики. Во, ну, связисты, ну, энергетики, да. Затем в обед было мероприятие такое, типа круглого стола, где мы рассказывали о вопросах создания как раз вот этих структур. и наконец это вот их как раз школа гитаристов. И наконец вечером мы Сан Саныч давал мастер-класс по поводу написания песен. Да, получилось очень хорошо, душевно. Евгений Анатольевич тоже выступал там же. Ну, а на прощание фотографирование. Прощание недолгое, мы опять встретились с большим количеством людей, которые представлены на этой фотографии. отряд Сан Сара провожал нас практически персонально, кого на поезд, кого на самолет. Итоги мы, как всегда, обсуждали в нашей ежемесячной бане ветеранской, где связь поколений чувствуется очень хорошо. Последний день марта был ознаменован сразу... Опа, я что-то не то нажал. видимо, да. Ну-ка, что у нас... Господи, ну ладно. Извините, последний день марта был ознаменован сразу двумя мероприятиями. Это учеба командиров и комиссаров краевого уровня, вот, которая проходила в пенерском, ну, в лагере, в детском лагере недалеко за городом, вот, а вечером мы проводили традиционный весенний слет. Экран проверьте! А, экрана вообще не стало. А я тут думаю, что это проблема. Появился, все есть. Ну, хорошо, я рад. Здорово. Что могу сказать? Замечательно. Появилось не то. Ну, что не то? У меня тоже все погасло. Все то. А теперь в полный рост как-то надо сделать, да? Тычки, тычки. Помоги, вот это вот, картинка вот этого, да? Спасибо. И так, вот идет школа командиров и комиссаров. Мы отвечаем на их вопросы, сами рассказываем, как можно стать успешным. Опять знакомые лица. Вот, а вечером опять у Сан Саныча в его замечательном кафе мы проводим весенний слет с ветеранов отряда медиков. Никита Неверов здесь еще в преддверии отцовства. Его офигительная жена Анна глубоко беременна, но тем не менее нашла возможность быть вместе с нами. Галина Васильевна лучший боец, дочь Вячеслава Леонидовича Миронова вместе с Виктором Генриховичем. Вы всех этих людей уже хорошо знаете. Молодежь поет, старики поют. В общем, разницы никакой. Вот такие мероприятия как раз и работают на сплочение. Вот здесь и дочери, и матери все вместе в одном котле. Следующая неделя была отмечена так называемым квартирником. Ну, особенно старшее поколение знает, что такое квартирники. Это такие концерты неформальные, которые проводятся где-то на квартире. Кто-то пьет, кто-то закусывает. Здесь мы не пили и не закусывали. Но формат был абсолютно расформализованный. То есть ребятишки на спортивных карематах тут сидели, а мы для них попели, и они для нас попели. Ну, в общем, было очень душевно и по-семейному. Это как раз прошла запись в студенческие отряды. И для сплочения новичков и стариков мы в том числе провели и такое мероприятие. Здесь приоритет, конечно же, принадлежит штабу. Они нас просто пригласили. И большое спасибо, что это сделали. Было очень хорошо. Очень хорошо. Ну, а это, друзья мои, один из штабов, посвященных проведению этого слета. Я всего лишь одну фотографию в себя поместил. Понятно, что это были и зум-конференции, и очные мероприятия. Ну, вы понимаете, что провести мероприятие такого уровня, это не один раз собраться, обсудить и поругаться. Вот, тут пока еще все мирно. Следующее мероприятие приурочено к 50-летию нашего отряда Монолит. К нам в город приехала легендарная комиссарша, она во втором ряду по центру в очках, Надюшка Синицына, которая была просто звездой в свое время. Ну, и мы тут собрались с Монолитом, так, кого удалось собрать. осенью 25-го ноября, да, ноября, будет чумовое мероприятие, посвященное юбилею отряду. А это у нас конкурс, мисс и мистер, краевой конкурс, мисс и мистер СОО Алтай. Ну, здесь наше участие номинальное, поэтому я просто, мы там, естественно, участвовали, но не задействованы были. А это уже Ижевск, друзья мои. И это поездка, наша майская поездка в Ижевск. Лидеры Ижевского штаба удмуртского и, соответственно, вручение вымпелов. Здесь мы тоже работали достаточно плотно. Сначала мы провели вот такое вот совещание в помещении штаба, затем выехали за город достаточно далеко. Это по типу знаменки, только Ижевской. Ну, там не только знаменка, там немножко другой формат. Там учеба командиров и комиссаров, но туда, видите, довольно много ветеранов приезжает. И пока комиссары учатся, мы делаем спевку. Ижевцы, мы, ну, в общем, хороший обмен песенным наследием. Это мы прошли по берегам Камы, А это вечернее мероприятие, где мы тоже пели. И Ижевцы пели, и мы пели. Вот сейчас мы готовимся спеть про нашу бабушку. Видите, бабушки уже зажигают, которая носит куртку. Ну, это проводы. Места. Вот в Томске есть свой памятник, у нас есть свой памятник, ну, памятный знак, будем так говорить. В Ижевске он выглядит вот таким образом, памятник студенческим отрядом. Это карта СССР и все населенные пункты, где отряды Удмуртии когда-либо работали. Витошкин, как всегда, потянулся к гитаре, но струны оказались не звучащими. Он немножко огорчился, но только немножко. Вот мы нашли свои точки притяжения и были счастливы. А это пошли путни и сейчас в основном будет комментировать Сан Саныч. Ну, мы вместе будем с ним говорить. На самом деле трудовой семестр начался 29 апреля. 28, ну, это не важно. Я что хочу сказать. Была поставлена задача нашим комиссарам, ну, совместно было проведено несколько совещаний по поводу того, что по организации нашего фестиваля. Идея была воспринята, и поэтому отряд в этом году Старая Гвардия начал свою трудовую деятельность заранее. Мы начинаем обычно где-то в мае, в середине, и работаем до середины июня, до фестиваля нашего здесь, который проходит нашего Алтайского края встреча поколений. В этом году мы начали 28 апреля. И вот эти кадры, как мы начали слегка у нас тут прохладно, можно листать. Листайте. Это обычные будни, база у нас дальше, то есть там, где я живу, в этом поселке, я об этом рассказывал. Вот наши бойцы, они подтягиваются в свое выходное время, в свои выходные дни, во время между дежурством, между работой приезжают на полдня, на день, кто может остаться ночевать. Прошу прощения, я дольше тоже пойдем. Под маской лучший тенор, вы помните вчера, итальянский тенор, который вчера пел лодок. И он же лучший сварщик по своим сетям. Совершенно верно. Ну вот тут обычный будь, рабочий. Ага. У меня дело в том, что я уже говорил, что фотографии сброшены с телефона, поэтому рабочие моменты будут чередоваться с бытовыми. Сегодня мы споем вам обязательно песню «Угольки», задумайтесь. И мы находимся на могиле нашего друга Фохта Эдуарда, автора этой песни. Но по другому поводу. Он ушел из жизни раньше, чем мать, а мать с двумя инсультами осталась фактически на нашем попечении. Поэтому это еще один из моментов, которым занимались наши бойцы, ветераны. Ну и вот в конце концов мы проводили в последний путь и маму. Эдик был бойцом самого первого призыва старой гвардии один из автор песен. Вот он тут с гитарой. А следующее мероприятие это уже наш классический университет празднует 50-летие своих отрядов. Внутренний дворик университета сцена нас естественно туда пригласили и мы естественно не смогли отказать. Май месяц. Да. Опять трудовые будни. А здесь опять трудовые будни уже на объекте вы можете даже видеть вот она башня вот где вы сидите это подвоз стройматериалов. Да. Разгружает. Разгружает. Приподнят там настроение. Комиссар со знаменем мы с железом. Остальные с железом. Ну как обычно. Была поставлена задача очень серьезная для нас это укрытие вот этого зала где вы сидите. Раньше мы накрывали баннерами укрытие вот стационарной крышей. Были дополнительные фермы сварены. Вот Владимир Скворцов вчера пел сегодня тоже надеюсь будет петь. Лучший боец открытия три года назад. У нас люди приходят каждый год и они получают свои звания. Вот мы крепим. это открытие трудового семестра в мед университете наш ректор в зеленой куртке. А это уже открытие краевое там старая гвардия естественно в почетном месте ректор уже в белой куртке. А это наше рабочее совещание по поводу проведения встречи поколений которые мы регулярно проводим на этом месте. Это материалы которые посвящены 50-летию монолита а это мы едем на АТР Алтай точка роста всероссийское мероприятие молодежный управленческий форум где мы выступали на круглом столе для студенческих медицинских отрядов рассказывали о своих навыках вот наша команда а это уже открытие встречи поколений каждый год наш фестиваль имеет свое собственное название там Турческая бухта СО фильм в этом году была университетская верфь и эта тематика при конкурсе там лагерей выступлений и оформления соответственно вот мы успели сделать нашу крышу замечательно вот встреча поколений называется университетская верфь Сан Санычу на этом празднике хотели подарить козу это не мне Наташа он отказался костер костер сегодня надеюсь тоже у нас получится конкурс лагерей тоже был и конкурс кашеваров тоже поэтому мы идем по протаренному пути это Сан Санычу неплохо ему очень хорошо но давление он решил все-таки померить ну это была интерактивная игра мисс и мистер встреча поколений выступления это действующие бойцы ну и соответственно ветераны а это штандарты которые сейчас каждый отряд да вы видели наши штандарты старой гвардии мы решили сделать нечто подобное только чуть поменьше для наших отрядов а это уже день господи на самом деле день России и здесь на этой площадке по просьбе администрации нашей районной мы проводим фестиваль родники российских деревень вы можете посмотреть каждый сельсовет выставляет свою точку делает презентацию видите по селам и так далее старая гвардия участвует в этом в подготовке через дорогу находится ипподром здесь проводятся российские бега лошади сегодня может быть даже будут они вы их увидите а тем не менее праздники проходят быстро а гвардия продолжает работать туалеты режет да и делает сейчас туалеты вот выкатывает их а это мы медицинские отряды провожаем которых нынче приросло аж на 5 штук и сейчас их у нас 7 а в принципе даже 8 потому что есть вот видите индусы стоят они у нас сформировали отдельный интернациональный отряд не очень многочисленный но тем не менее индус танцкий да вот эти шпульки с нашего производства с фирмы технологии стандарт перекочевали сюда а это фотосессия для приемной комиссии я оказался выигрышным лицом поэтому меня еще и там отсняли это мы провожаем монолит на работу на всероссийскую стройку это у нас тоже традиция с такими парнями с такими ушами разве можно проигрывать вот смотрите как любовно упакованы вещи монолит монолит а вот уже реклама пошла вот наши лидеры штаба выпустились в этом году и плавно перешли в разряд ветеранов они только только стали ветеранами но уже подали заявки в старую главу они только только стали врачами ветеранами стали раньше это подборка старых публикаций по поводу это я по монолиту а вот еще одно событие это летний слет мужской летний слет я просто быстренько дайджест такой проведу чтобы было понятно что там очень хорошо 31 год нашему клубу 31 год мы выезжаем в горный алтай ну и в разные места это олимпиада проведения итоги подведения олимпиада также у нас костюмированный вечер конкурс костюмов с выступлениями вот и даже фейерверки и салюты и даже утренние оладушки да совершенно верно то есть это еще один экспонат из музея в 75 году этот портрет и еще несколько настоящие художники нарисовали а теперь мы их приобрели для нашего музея а это мы готовим туалеты там вот вот этот туалет называется туалет фотозона можете посмотреть справа он стоит там можно сфотографироваться да если кто-то еще не сфотографировался милости просим сейчас я его вам покажу вот так вот мы работаем старая гвардия и так обедаем Наташенька нас кормит уже 8 лет она кормит отряд вот он вот он этот туалет записывайтесь в очередь от 2 до 20 человек ежедневно вот мы приготовили такие столы под столь я рекомендуем всем очень интересно удачная конструкция получилась вы видите наши столики а это наши это я высылаю образцы для того чтобы нашему всемирному устрою отряду наделать такие же замечательные шевроны наши девочки работают шнуруют мужики варят соединяют работают все приехала кварта кварта приехала а это приехала и Жевск и Нижний и Самара 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 первая прилетела и все они стали работать вот обработка территории подготовка к нашему фестивалю это мне подарили на трактор вы его увидите вот он в бою уже Сан Саныч перевозим туалеты и столы железо друзья на самом деле надо устраивать фестивали уже для того чтобы люди встречались муж и жена Башорины смогли через два месяца увидеться только благодаря нашему слету фестивалю фестивалю нас в Москве а он с Екатеринбурга приехал на машину она на самолете и встретились ну это мы квартирерами проводили открытие сезона вот они эти футболки и банданы про которые говорили квартиреры ну и подготовка самого уже слета монтаж вернее фестиваля бочка которую в этом году мы решили сделать вот все мы и так уже все ресурсы ну я очень хотел показать вам все это спасибо огромное спасибо вопросов никаких глядя на эти даты как озвучил комиссар и показал фотографии у меня сразу вопрос к самому себе а когда вы работаете вы все время куда-то ездите поете в перерывах между этим можно один вопрос по докладу к докладчику скажите пожалуйста сколько всего событий за год произошло в вашей стройотрядовской жизни это вопрос творческий прошу не отвечать на него мы переходим дальше по это викторина какая-то получается итак следующий доклад делает Зверева Татьяна Сергеевна и человек который только что задал вопрос Черков Евгений Анатольевич в рамках садокладчика точка притяжения сайт ветеран СОРФ развитие сайта ветерана СОРФ и формирование информационной повестки ветеранов студенческих отрядов России Татьяна Сергеевна Зверева ветеран движения студенческих отрядов Алтайского края является администратором этого сайта кто еще не знает что у нас есть сайт так вот он у нас есть вот как по-русски написано ветеран СОРФ так туда и заходить очень просто заходите а главное давайте информацию Татьяне Сергеевне она ее тут же разместит на сайте всех приветствую друзья я постараюсь кратко детально потому что я надеюсь что с сайтом все знакомы чтобы хотелось мне сегодня вам сказать что наш сайт ветеран.со.рф является одним из информационных ресурсов движения ветеранов студенческих отрядов России хочу напомнить что структура сайта представлена девятью вкладками каждый из которых имеет свою функциональную нагрузку и задачи кроме этого на главной странице представлены четыре крикабельных баннера при нажатии на которые вы можете сделать запрос на размещение альбома фотографий информация о клубе совете и отряде ветеранов музыкальной композиции написаны в настоящее время или в годы яркого студенчества я это говорю потому что мы как люди которые ведем этот информационный ресурс открыты и принимаем ваши предложения по размещению любой необходимой информации мне не хотелось бы останавливаться на описании задач каждой конкретной вкладочки потому что вы можете сейчас открыть в интернете все это посмотреть но хочу напомнить что несмотря на то что инициатива создания сайта принадлежит Алтайскому краю в первую очередь это всероссийская площадка и как администратор сайта всегда с большим удовольствием ставлю новости других регионов публикую книги загружаю фотографии и размещаю музыкальные композиции за отчетный период а сайт был презентован и запущен в прошлом году на первом всероссийском слете ветеранов студенческих отрядов размещено 108 листей периодичность публикации одна новость в 3-4 дня мы загрузили 31 фотоальбом это порядка 2000 обработанных фотографий кроме этого на вкладке летопись СО мы загрузили 11 книг конечно преимущественно начали подавать книги Алтайского края но потом подключилась и Удмуртская республика и Пермский край и надеемся что наша фотография будет только расширяться также я бы хотела отметить что на сайте размещено 925 музыкальных композиций это достаточно кропотливая и трудоемкая работа потому что каждая песня загружается вручную и писательная характеристика выбирается из большого информационного массива про формирование архива песен из какого массива они появляются на сайте я бы хотела дать слово моему садокладчику Евгению Анатольевичу Черкову который более подробно эту информацию расскажет предоставит ну а я собственно завершу в дальнейшем свой доклад и отвечу на все необходимые вопросы добрый день друзья сайт в целом и песня в частности это средство коммуникации средство общения средство передачи информации друг от друга друг другу а можно слайды поставить пока пока мы можем похвалиться лишь девятью субъектами Российской Федерации из которых мы получили нам предоставлен материал вы можете видеть их на экране и я еще раз в очередной раз обращаюсь если у вас есть возможность помочь нам в расширении этого перечня пожалуйста обращайтесь координаты вы уже знаете сайт ветерансо.рф пожалуйста следующий слайд очень кратко о нашем хранилище которое мы всегда готовы предоставить в какой-то выборке в какой-то конфигурации по первому запросу для наших общих целей задач для любых мероприятий количество файлов общее в том числе песенных видео текстов с аккордами и прочих документов и фото которые иллюстрируют о том как люди даже давно уже не ездящие в стройотряды пытаются реанимировать свою песенную память как я уже вчера говорил свой стройотрядовский код пожалуйста следующий это уже было это уже было нас не очень много в нашей команде 13 человек из 6 субъектов российской федерации и мы работаем чуть больше двух лет чему очень рады мы подружились и очень рады тому что песня нас связала контакты для того чтобы прислать любую информацию которая позволит сохранить нам песни любые хорошие не очень хорошие главное они студенческие а нас в заключении свое выступление я хотел бы привести еще один пример нашей взаимопомощи нашей коммуникации друг с другом Нижегородская область Денис Самойлов и его команда Сансара мы вместе работаем над тем чтобы попытаться придать финансовый базис нашим устремлениям Денис большой молодец в том что у него есть способности возможности и главная цель представить любые проекты в том числе и песенные на всероссийском уровне и сделать их достоянием общественности то есть тоже продвинуть нашу идеологию опять же об этом и не будем говорить об успехах но у нас есть стремление и мы ветераны 20 века помогаем им ветеранам 21 века в том чтобы эта информация стала не только достоянием большого числа наших сограждан россиян но и получила некую финансовую поддержку в том числе и на федеральном уровне спасибо передаю слово Тане после того как мы запустили сайт в прошлом году мы перед собой ставили ряд задач которые вы видите на экране конечно не все удалось достичь информация про клубы ветеранов про отряды ветеранов в полном объеме мы пока не получили только алтайские клубы находятся и размещены на странице на вкладке клуба ветеранов России и поэтому в этом году конечно мы бы хотели эту работу усилить чтобы каждый создавшийся отряд ветеранов клуб ветеранов который уже существует давно присутствовал на сайте присутствовала его история создания кто его возглавляет в случае чего если какой-то ветеран хотел бы включиться в работу он знал кому председателю президенту клуба он может обратиться также в этом году мы конечно же увеличиваем количество опубликуемых альбомов и книг мы бы хотели наполнить еще раз повторюсь информации раздел про клубы ветеранов хотели бы чаще публиковать новости ну и конечно же мы очень плотно работаем с архивом песен хочу подчеркнуть что работа сайта это работа всех регионов россии потому что вы создаете те мероприятия тот контент который мы обрамляем и ставим на сайт поэтому от того насколько оперативно интересно и хотя бы будете присылать новости будет зависеть то как часто новостная лента будет пополняться ну и конечно стратегическая задача стратегическая цель сайта ветерансо.рф это налаживание системы взаимодействия между регионами чтобы информационная лента у нас просто плавилась горела от количества статей архив песен пополнялся и публиковался на сайте а просто информации про клубы ветеранов было бесконечное количество которое невозможно долистать до конца если есть вопросы то готова на них ответить спасибо 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 если нет больше вопросов ну а что тут спрашивать надо работать друзья надо пополнять наполнять сайт содержанием контентом как это принято теперь говорить и сайт будет обалденный ну что благодарим Татьяну Сергеевну кстати Татьяна Сергеевна в свое время была лучшим командиром РСО в каком году это было? 14 да ты кругом лучшая Танюшка а красивая какая а красивая какая это эхо просто эхо бьется следующий доклад сделает Никита Сергеевич Неверов начальник управления воспитательной внеучебной и социальной работы Алтайского государственного медицинского университета город Барнаул вклад учебных заведений в организацию работы студенческих отрядов на примере деятельности управления по воспитательной работе вуза прошу раз раз добрый день уважаемые участники фестиваля рад лично приветствовать всех в этом на этом замечательном месте которое является одним из значимых символов сохранения традиций студенческих отрядов и как бы к слову сказать впервые я побывал на озере Сайкино 10 лет назад в 2013 году и вот уже каждый год в разных эпостасиях не пропускаю ни одного года приезжаю на это замечательное место и в качестве участника либо организатора вот сегодня впервые в истории докладчиком принимаю участие сразу хотелось бы немножечко расшифровать для сокращения названия доклада мы назвали управление по воспитательной работе вуза в разных вузах это называется управление либо отдел по разному у нас если целиком то управление по воспитательной внеучебной и социальной работе АГМУ работа с отрядами это тоже наше поле поэтому позвольте донести вам свои мысли итак исторически наше любимое движение носит название студенческие отряды поэтому его основа также заложена в названии что же заключает в себя работа со студентами учебных заведений в рамках организации отрядов на самом деле об этом я и буду рассказывать более подробно на следующих слайдах но не могу не сказать об основных таких проблемах точнее не проблемах а к чему она должна приводить вся работа то есть это появление молодых ветеранов поддержка ветеранских инициатив продолжение существования движения в целом а также сохранение и приумножение традиций зависит это конечно же от обучающихся от действующих потому что без студентов не будет студенческих отрядов конечно кажется это автология это всем понятно но тем не менее это важно это основа по моему сугубо личному мнению итак теперь позвольте донести основную мысль моего доклада как участник непосредственных процессов работы со студентами со стороны воспитания а как вы знаете образование это процесс обучения и воспитания хотел бы озвучить такой небольшой топ 5 трудностей и направлений работы которые мы прошли за время моей работы что-то пораньше что-то до сих пор мы сейчас решаем какие-то задачи но тем не менее поделиться опытом решения данных моментов так что как я и говорил не буду пытаться объять все что у нас есть буду более конкретен тем более что доклады моих предшественников особенно Игоря Ильича там было очень много рассказанной про мероприятия как видите роль ветеранов разных поколений у меня такое такое направление было я думаю что Игорь Ильич полностью целиком его осветил итак структура и организация работы коллеги все начинается с руководством и недаром на слайде представлено фото с открытия третьего трудового семестра этого года и приветственное слово руководителя нашего вуза ректора Ирины Игоревны Шереметьевой Ирина Игоревна как и многие сотрудники и представители профессорско-преподавательского состава являются ветеранами студенческого отряда медик разных поколений потому что уже так сказать ребята с которыми я ездил и бойцом и комиссаром становятся преподавателями доцентами завучами на кафедрах Николай Алексеевич я его не вижу но вот он один из таких представителей как и коих много поэтому понимание идеологии работы движения начинается с самых основ это и помощь в организации досрочных практик и сессий для того чтобы отряды могли успешно и вовремя выехать на свои трудовые сезоны это и идут на встречу по организации отработок пропущенных занятий по уложительным причинам то есть если прошло какое-то мероприятие то мы через деканат делаем официальный допуск поддерживаем студента потому что мероприятий много об этом я тоже чуть-чуть попозже скажу но без поддержки то есть мы никак с таким количеством не справимся у нас просто не будет участников не говоря уже организаторов вот ну и конечно же сотрудники преподаватели вуза принимать личное участие в вышеупомянутых мероприятиях то есть не просто направили а с удовольствием приходят и на открытие и на линейки и это прекрасно но это только половина 50 процентов успеха и оперативной работы вторая половина принадлежит действующему штабу который не без нашей помощи и совместной работы мы формат работы штаба привели к должному уровню командир и комиссар и также команда нашего штаба могут брать на себя решение различных разноформатных задач это и организации проведения всех видов мероприятий от организации проведения видов всех мероприятий до подготовки так сказать черновых документов внутреннего документа оборота вуза подготовка приказов подготовка списков на те же самые освобождения пропуски в связи как бы ситуации сейчас вуз попасть не так просто потому что повышенная террористическая угроза и у нас эти все правила соблюдаются так вот ребята еженедельно обновляют списки там либо отрядов либо гостей мероприятий чтобы не было проблем с проходным режимом это все делает наш действующий штаб за что им огромное спасибо и надеюсь еще как минимум год они с нами поработают несмотря на окончание АГМУ и поступление в ординатуру поэтому Карим Борисович Александр Александрович которого нет большое вам спасибо пользуясь случаем говорю итак движемся далее агитация и привлечение новых бойцов начиная с осени с самого первого сентября происходит посещение действующими бойцами соумедик всех видов вузовских мероприятий это и целый комплекс мероприятий первого сентября спортивные мероприятия для первокурсников посвящения различные посвящения в общежитиях и так далее и тому подобное то есть ребята в бойцовках проводят уже такую с одной стороны пассивную агитацию молодым бойцам кандидатам интересно что это такое подходят спрашивают либо увидев активного уже первокурсника сами проводят агитационную работу и забирают в наши ряды так сказать добровольно принудительно ну сентябрь октябрь ноябрь все мероприятия как я говорю посещаются затем у нас небольшой перерыв на зимний сезон это снежные десанты со снежных десантов также забирают людей на летние а с летних на зимний снежный десант то есть агитация такая непрерывная ну и начиная с марта во всех форматах происходит агитационная работа уже конкретно на летний трудовой семестр каждый отряд и онлайн и оффлайн такие инструменты как размещение афиш в соцсетях это онлайн затем у нас есть как у многих наверное как у всех вузов учебная платформа Moodle мы даже там рассылаем приглашения для студентов что кто не в курсе как только у нас вузе можно быть не в курсе что есть такое замечательное движение мы приглашаем всех конечно же это и афиши мы используем экраны все экраны нашего университета транслируют агитационные ролики отдельно и отрядов и общий соумедик ярмарка студенческих отрядов проходит где можно поближе познакомиться с направлениями ну и конечно вечное самое главное сарафанное радио чем больше бойцы рассказывают как замечательно прошел предыдущий трудовой сезон либо десант тем больше вероятностей тем больше вероятность что кандидаты будут только прибавляться выбор формата и организация мероприятий есть небольшое чувство перенасыщения на данный момент потому что бойцы студенческих отрядов принимают участие не только в наших локальных вузовских либо в краевых штабских мероприятиях но и в принципе во всех молодежных проектах гражданско-патриотических поэтому мы для себя оставили основные то есть со-медик проводит на высоком уровне ежемесячно одно большое мероприятие ну и несколько несколько таких небольших но по-другому мне кажется с этой задачей с этой проблемой не справиться потому что ресурсы ограничены как и временные так и физические поэтому расставляем приоритеты и у нас все замечательно получается ну и на примере мероприятий опять же Игорь Ильич очень много рассказал это и школа подготовки командного состава школа работников СМИ со-медик летние и осенние слеты открытие и закрытие третьего трудового семестра различные творческие мероприятия и так далее ну о роли ветеранов разных поколений я прям совсем останавливаться практически не буду только хотел сказать чтобы не умолчать перед всеми участниками конференции и слета в целом спасибо за финансовую поддержку наших инициатив и знаете это дает не только плоды разовые хотелось бы сказать что в этом году мы будучи молодым крылом ветерана молодым крылом ветеранов ССО товарищ провели некую такую акцию мы скинулись определенной суммой те кто уже не поедет в отряд но хотел бы как-то быть причастным и помочь и эта сумма пошла на оплату действующим бойцам прививок от клещевого энцефалита они обязательно нужны для работы приобретения рабочих инструментов и также спортивного инвентаря ну и конечно же хотелось бы в планах есть моменты по организации молодого крыла более структурированного более такого формального чтобы работу ветеранскую ветеран 21 века можно было размножить на много отрядов на все вузы ну об этом пока еще говорить здесь рано это еще пока в перспективах ну и еще одна такая боль многие из вас и я также причастен к направлению студенческих строительных отрядов и оно является таким классическим базовым и основным но современность диктует новые правила и создаются новые направления и нужно признать особенно для тех для кого это совсем новинку может даже в дикость что новые профили работы студенческих отрядов скорее всего заберут инициативу и будущее будет за ними это такие как отряды сервисные отряды медицинские ну и надо принимать эти изменения они тоже дадут благоприятные последствия ну и на примере нашего вуза как тоже Игорь Ильич уже говорил что было два медицинских отряда студенческих медицинских отряда в этом году было создано еще несколько и общее количество их достигло восьми поверьте спрос огромный так как мы стоим у истоков создания данного направления мы вкладываем все мы вкладываем все то лучшее что содержит в себе движение студенческих отрядов это и традиции это ну традиция это как бы тоже самое такое основное то есть ребята не просто трудовыми бригадами выезжают в больницы районов края они выезжают с формированным коллективом есть командир есть комиссар они планируют свои мероприятия такие как различные и посвящения они проводят волонтерские мероприятия на местах спартакиады на местах то есть они действительно формируют новые настоящие единицы как и вузовского так и регионального штаба новые отряды ну и в заключение хотел бы сказать что не забывайте свои и вузы родные и не забывайте вузы может быть которые у вас проявляют активность в вашем регионе в нашем регионе приглашают на мероприятия пожалуйста любите свои вузы будьте отзывчивы без вас такого яркого и насыщенного студенчества без вашего примера у современных бойцов точно не будет большое спасибо готов ответить на вопросы спасибо никита сергеевич спасибо ну на вопросы в общем времени уже у нас практически нет если есть пожалуйста в рабочем режиме к Никите Сергеевичу обратитесь друзья у нас есть еще одно сообщение о рассмотрении проекта типового положения о создании совета ветеранов СО при региональном отделении РСО Николай Алексеевич Корсиков член правления алтайского регионального отделения РСО город Барнаул значит что касается этого проекта он был разослан всем руководителям делегации заблаговременно поэтому есть предложение руководителям делегации если у них возникли вопросы задать их эти вопросы непосредственно Николаю Алексеевичу для того чтобы он мог прокомментировать и ответить пожалуйста так товарищи руководители есть вопросы по проекту Николай Алексеевич аплодисменты у вас прекрасный проект остановимся тогда Игорь Ильич ну в принципе коллеги данное положение оно структурирует работу советов ветеранов региональных отделений в принципе я думаю вы понимаете мы в прошлом году это разбирали РСО достаточно молодая организация многие документы либо содержат какие-то неточности ошибки либо полностью отсутствуют поэтому по примеру прошлого года мы постарались создать проект положения типового здесь отдельное спасибо представителям республики Удмуртия Нижнего Новгорода и Архангельской области которые откликнулись и внесли нам предложения и изменения если у вас будут какие-то вопросы готов на них ответить в индивидуальном порядке Игорь Ильич ради экономии времени я тогда предлагаю закончить Друзья мне кажется лучший доклад сегодняшнего дня и лучший документ потому что нет вопросов Николай Алексеевич аплодисменты ваш адрес Друзья значит завершая что нет ну на поговори слово предоставляется Сергею Юрьевичу Бритвину председателю управления пермского регионального отделения РСО три с половиной тысячи километров в один конец а поговорить вчера слово не дал сегодня обещал хотел отобрать я очень коротко значит на самом деле просто скажу во-первых большое спасибо Алтаю это правда за то что каждый в регионе ветераны все-таки занимались сходы бедные каждый делал что-то свое где-то лучше где-то хуже но то что сделали ветераны алтайского края все-таки подняло целый пласт с диванов очень много во многих регионах людей которые сидели и давили диваны то есть показали на самом деле что есть еще куда двигаться есть чем заниматься как заниматься как заниматься и на самом деле это все серьезно поэтому ребят вот здесь очень большой поклон и двигаемся дальше я хочу сказать что вот по документам мы на самом деле пока работаем без документов по одной простой причине что мы пока как-то справляемся без них вот в Архангельске например да там ну не хватает только еще ну без иронии конечно там президиум бюро членов политбюро там кандидатов членов первых но еще раз говорю у каждых своя история никаких вопросов нет у нас как-то получается пока организовываться вот таким образом может быть мы и придем когда надо будет документально это все оформлять на что хотелось вот мы обращаем внимание в первую очередь ну скоро будет 65 лет движения берем 20 лет и те ветераны это уже ребята которые за 80 в первую очередь конечно мы стараемся всех их держать на карандаше как-то держать на контакте бывать у них приглашать на встречи заботиться о здоровье помогать где-то в каких-то бытовых историях у всех разные вещи второе что очень большую работу пытаемся проводить это все-таки пока живы ветераны а каждый год мы теряем на самом деле люди уходят и уходят безвозвратно и очень много появляется вот сейчас и книг и всяких статей там газет еще что-то и когда начинаешь читать находишь там очень много ошибок и приходится править поэтому вот все-таки историю архивы надо собирать и по примеру Алтайского музея меня впечатило реально очень здорово Миша Дронов в Коми Республика молодец мы с ним очень давно хорошо знакомы вместе комиссарием в свое время и у меня дома одна комната но это вот пока не удается найти помещение под музей но в архив я не сдаю в архив я сдавал они отцифровали все и я забрал обратно потому что архив это все это останется там навсегда все-таки музей это когда можно потрогать вживую а не на экране на экране хорошо но вживую это лучше поэтому очень большой пласт работы вот это собрание всех архивов и создание музеев и что бы еще хотел сказать на самом деле мы в прошлом году говорили все-таки у нас вроде как в Москве есть даже в центре совет ветеранов председатель совета ветеранов но наблюдатель но это как-то вот там не работает поэтому мы уже в этом году в этом году у нас в Перми будет краевой слет 14 регионов Привожского округа и мы уже в прошлом году сказали что обязательно в порядке в составе делегации должны быть ветераны то есть квотированные места которые будут закреплены за ветеранами и они в конце октября приезжают в ПФО вот нам в Пермь и мы готовим отдельную программу по примеру как вот здесь что обсуждать как нам дальше двигаться обмениваться опытом и в дальнейшем все эти вещи двигать а так на самом деле еще раз хочу сказать большое спасибо организаторам и прошлого года и в этом году молодцы что это дело поддерживаете развиваете но будем дальше двигаться вместе спасибо спасибо уважаемый Сергей Юрьевич сейчас буквально две минуты попросил Юрий Семенович Ряполов друзья мои полностью согласен с Сергеем Петровичем на предмет того что мы без положения сами поработаем главное не это но просьба какая мы с Игорьевичем договорились сначала вроде как никаких резолюций по вот этому двухдневному круглому столу не планировали делать но хотелось бы от гостей территорий все таки получить предложение сформировать все таки резолюцию и отправить Киселеву отправить центральный штаб в любом случае вот я с неверным Никитой не согласен на сегодняшний день катастрофическая нехватка кадров на предприятиях организациях в том числе строительная сфера ведь в советские времена почему доверяли молодежи строить под ключ целые улицы а все было очень просто потому что строили стройка развивалась только летом рабочих рук не хватало и даже государство давало лимиты на дефицитные стройматериалы именно под стройотряд и поэтому все в очередь стояли я все-таки считаю что сейчас да условия другие но в этих других условиях все равно мы придем к тому чтобы создавать государство вынуждено будет создавать условия привлечения молодежи в производственную сферу и вот здесь наш опыт я считаю что он очень хорошо может сыграть потому что все кто сталкивается с государственными структурами вы все понимаете и чувствуете что сейчас пришли на посты прием где принимаются решения люди которые чаще всего на производстве не работали ни дня и про те же стройотряды значит никто не слышит ни в минобре ни в правительстве и так далее и поэтому все-таки я считаю что мы должны вот эти серьезные какие-то предложения формировать реальные только и двигать тем более что вот возможности того же депутатов Госдумы и Юлия Дрожжина и Киселева Михаила они тоже они хорошие надо использовать и центральный штаб все-таки тоже возможности серьезные достучаться в правительство и я думаю что вот это вот тоже реальной пользой будет для нашей молодежи это не нам это для них для того чтобы они развивать спасибо спасибо коллеги еще забыл вот сегодня это было сказано на самом деле да сейчас же популярно все очень много конкурсов грантовых других откуда можно черпать ресурсы очень популярно серебряное волонтерство ну вот мы с первого строя отряда в общем-то волонтерим да комиссарская работа тоже самое волонтерство и это очень серьезный ресурс которым надо пользоваться реально я вот эту тему хочу обсудить по одной простой проблеме вот у себя вот в октябре будем я по крайней мере знаю что у нас пять есть в привозном округе я только знаю пять человек наши строотрядовские ребята которые являются экспертами федерального уровня которые пишут гранты в конкурсах в комиссиях вычитывают ставят оценки надо вот этот ресурс может быть нам воспользоваться их ресурсами чтобы или позом или знаю или заочно или очно или как чтобы провести немножко может подучиться и надо писать надо брать эти гранты надо эти денежки забирать под себя и наконец последнее выступление перед завершением ну не выступление ремарка уважаемые коллеги еще раз добрый вечер мы заканчиваем уже долго сегодня работаем есть у меня одна реплика по поводу совета ветеранов везде звучит такая фраза совет ветеранов клуб ветеранов при правлении при РСО отделении при отделении при центральном штабе мне кажется это в корне неправильно потому что совет ветеранов должен быть в составе в составе правления в составе РСО отделения а не при нем это не дом престарелых который приглашает на всякие мероприятия типа свадебных генералов приживалок и так далее а это должно быть в составе как минимум да это члены правления это минимум но они как члены правления а имеется в виду совет то есть он зам председателя правления должен быть председателем совета ветеранов и с этим вопросом я предлагаю обратиться в центральный штаб чтобы это все таки было не при центральном штабе а в составе центрального штаба входит председатель правления зам по работе такой-то такой-то и зам по работе ветеранов который является председателем там всероссийского совета ветеранов вот это мое предложение такое друзья ну и под занавес огорчу всех докладчиков огорчу всех докладчиков потому что вы думали что можно расслабиться да а я буду вымогать у вас и выкручивать руки пока не выкручу не отстану мы хотим издать сборник трудов сборник докладов по итогам господи слета и фестиваля слета и фестиваля прошлогоднего и нынешнего где мне нужны будут тексты всех докладов с фотографиями в общем это будет хорошее подспорье для тех кто занимается ветеранским движением поэтому в общем готовьте друзья обсудим все спасибо круглый стол разбираем на досточки и переходим к ужину юху бу по обсудим